так здравствуйте друзья с вами в гостях я хочу чтобы вы здесь хозяйничали вот открыл я вначале мою мой канал вот и вот здесь написано железо один из моих роликов развитие уникального сибирского сада во времени серии вот дело в том что у меня качественные фотографии появились 2007 года я рассказал об этом вот видите вот уже три серии сейчас будет название тоже развитие уникального сибирского сада во времени а никто не клюет просмотров меньше трехсот вот то есть ну клюет в смысле интереса не вызывает несмотря на то что слово уникальный сибирский вот я буду это продолжать потому что сегодня так а завтра это стоит только однажды по всероссийскому каналу 1 2 тв вот прозвучать что есть сибири сад которая по качеству обошел все южные сады еще и среднюю полосу еще и другие государства вот тогда просмотр увеличится в сто раз и он и тогда эти даты пригодятся поехали так вот фотографии 2007 год отсюда я начал смотрите и 10-20 фотографий подробно их комментировал и так три раза сейчас пойдет четвертый раз я каждый раз говорю посмотрите на моих девочек смотрите на плоды понятно да и еще девочек будет много вот но будет и вот такое чудо это мой засад отрывать на моя тёща вот чем хорошие тысячи год появился цифровой фотоаппарат и теперь я не просто могу показывать я еще могу доказывать что это снято в моем саду куда я мышку не подведу вот видите 27 июля 2007 год эта девушка снималась в моем саду это рекламировал полицию побегоносную как газон 22 июля 2007 год поняли да а даже придает еще раз на девушку не смотрите но качество такое что теперь любой захочет завести у себя полицию побегонос и получается очень много то что ускользало от простых фотоаппаратов помните зенит помните те которые предыдущие называли быльницы вот а сейчас вот появилась такая история и тогда твои фотографии дачи воровать сейчас отвлекусь буквально на минутку лекция так это 2 272 вот и в этой лекции видите что делается вот видите вот этот летний обрезка я за эту слова летний обрезка если бы я подошел к этому человеку который лет обрежет или разговаривал я фанатик я возьму секатор отберу и пальцы обрежу чтобы забыли слова летний обрезка и что здесь мы видим по виде бою фотографию ах не верите вот как это делается смотрите это учеба ребята вот так вот отрезается линейка остается и видимый линейка железо и прекрасную фотографию с плодами которая называется пай левицкого прекрасную фотографию перекочевывает человеку которая абсолютно ничего не понимает с удовольствием вот и однажды пришлось мне опережать события понедельник вебинар я вот это буду показывать и доказывать что это боёв но используется со страшным сейчас будет доказывать используя фотографию аху это у него такие плоды это не брибу железо фотографию ах у него вот тогда спрашиваю правильно он перед этим уничтожил эту кометь на деревьях и он не понимает что деревья губит и советует еще сотен тысяч людей вот такая дела еще раз вот видите это я приготовил для вот еще моя фотография украдено так и говорю украдено это доказательство вот это доказательство а теперь друзья сейчас если я сейчас сходу дойду бою постулат я хочу чтобы начитать его прямо сейчас почему я любой способ использую любой способ для того чтобы доказать что надо спасать деревья от людей от девишь так железо постулат а ведь это смотрите регулярно брестка абрикоса необходимо т т т и вот эти украденные фотографии у меня и на их основе аху у него же получается есть сад то есть тогда он прав что надо резать летом и пошло и пошло так вот я и выдержал не зажидаясь вебинара лишний раз не помешает цитирую сам себя для сотни постулатов когда-то они войдут во все учебники а пока во всех учебниках вот это вот по два вещь абрикосы нуждаются в обрезке постулат железово первое виды обрезки укорачивание или полное отрезание веток ослепление почек прищипывание скручивание веток ошмыгивание листьев вот слово листьев забыл добавить листьев особенно летом осенью зимой это все я отношу к обрезку прищипывание прищипнул кончик осенью сдуру я называю это обрезкой скручивание веток на украине распространено я называю обрезкой ошмыгивание листьев тоже обрезка и тогда внимание пункт второй главный выполнение любого из этих приемов даже отрыв одного из тысячи листиков одного из тысячи приводит к ослаблению иммунитета болезням нашествие насекомых сокращению жизни и вынужденному отравлению самих деревьев почвы и плодов вот и еще опережая события четко надо разделить дальше с удовольствием промышленного там обрежут там получат значит калиброванные плоды там сопровождается чтобы от этого не случилось нашествие ттт они 40 раз за лето обрабатывают а выходим ни разу как у меня клянусь богом теперь мы возвращаемся к нашим фотографиям и немножко пройдемся я вынужден был заранее знаете состояние здоровья только аудрость не будет следующего вебинара вот цеха бывало шестой год провожу вебинары был случай когда за час до вебинара потерял создание давно лет пять назад было же давление до нуля вот один из вебинаров в прошлом году я прервал до середине потому что ушел не мог связать от от это от слабости поэтому то что я говорю какой-то степени я упреждаю сам себя до я буду делать так чтобы не было дубная лекция еще с таким гайболитом с французским получается акцентом извините меня за это ну да это лекция я раскрасил так что и я не вы не знаете какой следующее или готовлюсь к этому где-то долго и все записано я буду начинаю с того момента я закончил вот третью серию я буду лепить все подряд вот 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 и так остановились мы вот здесь вот значит еще раз это персик хасанский это 2000 ну-ка сейчас это крупный план вот сейчас сюда подносим эту это 2000 год до 1 сентября украдено полсотни сайтов интернет-магазинов разных этих самых каналов для чего назвав его переменовав персик сибиряк сами в гугле яндексе сами набирайте фото персик сибиряк и вы увидите сколько украдено сколько людей его присвоили а слова сибиряк она падла чем и только сады неправильно одно еще падло тем что всех думать сибиряк на сибири росли души меня-то перми это в этом самом лимпецке уж у меня до чего это оказывается есть проблемы и все и везде и тогда будем все это будет расти раз сибири выросла куплю и по 5 пацаны в этих лучшем случае молдавский это в лучшем случае все едем дальше значит за эти фотографии следует а я говоришь обойдем подряд вот это тоже 2000 год это дерево последний раз вы видите почему потому что в 2005 был сожжен промышленный сад благодаря двум мотоциклам с четырьмя молодыми парнями как рассказывал соседский сторож и тогда я пал нищету работал в садиках на полставки по 3000 получил детский садик вот и с этих деревьев раз два три с этих деревьев в этот момент 5 продолосила я срезал все приросты зимой все что мог продавал по 50 рублей веточку на прививку проведял знала вся страна а у меня все пять абрикот все пять персиков погибли вот и тогда я остался с несколькими черенками в погребе вот это был перерыв в работе моей такой до 2005 году это получается раньше два годами два персика переехала к чернобаеву я еще покажу и чернобаева и его сад у него место лучше чем меня у него сад моложе вот и теперь это самое слава богу что он сам говорит благодаря железовую сад и железово то есть мы назвали так наши сады дублеры все идем дальше вот опять девушка это не просто болезненно да я буду все подряд лепить это не продавал опять же посмотрим идет и запись вроде идет эта малина не простая она не самая роскошная но это бабе лето это малина которая умудряла сибири дать второй урожай перед собой зимой вот у меня есть фотография если больше не попадется я в телогрейке зимние шапки ушатки припорошена снегом и это все эти самые все этих в этих в этих же ягодах то есть получается я выбрал всех болит несколько сортов испытывал замерзает даже недавно дарять а это все таки даже не каждый год ради зима второй урожай не дожидался еще раз ремонтанта это которая не через год плодоносит год год значит растет развивается созревает а второй год плодоносит это обычно а это все в один год и вырастает это это ремонтанта она предназначена до юга ну повезло же мне это самое вот и у меня не каждый год но вот бывало перед самыми морозами по еле слова еле не годится объедались вот так вот это есть бабе лето вот а эта девочка есть эту самую вишня она у меня была самой обычной это называется сибирская штабовая название боевого самопровозглашенная по той простой причине что никто не знает откуда она вообще в сибирь взялась а я знаю это когда-то столпинские переселенцы вот помните 45 или 9 лошадей столпинские вагоны вот сибирь казахстан кто-то жбейку косточек кто-то посажен где-то завернул в рогожку и любовно сунул и повез себе деревья выросли здоровенные что бывает опорцы дают и тем не менее это здоровенные деревья сумасшедшими урожаями а у меня руки чесались я давая в них это внедрять гены черешни вот результат она знаете вишня просто много не съешь а вот это уже многое удовольствие есть у меня особый случай а еще не раз я покажу у меня был особый случай у меня я как кроме того это сорт я назвала вишня сибирская штабовая с генами черешни а у меня еще чисто южная с вишня жуковская из украины крышевской области так вот а я тогда сибирской штабовая с собой с генами черешни 2 она уже занималась среднее положение покрупнее и жуковская чисто вкусная не самая все-таки вишня есть вишня это не чешня и сынка есть вопрос процент и вообще это вместе росло и вдруг однажды когда ударил и первые бороться потом оборота ушли куда-то я по это сверху растаял первый стеку пола растаял там по 5 плюс 5 плюс 10 начало зимы сюда такое я подхожу к весам а именно в этот год урожай был такой вот по другим причинам а птицы не съели вот тот съедали начисто она же вкуснее это обычно это вишня я уже не говорю про это у меня еще степна есть она вообще самая кислая у нее свои достоинства все-таки самая кислая самая морозостойкая и урожай сумасшедший и опылитель не нужны то есть каждый без свои достоинства вот так вот если взять да тот год посмотрел тебе вверх а я не смотрел сколько надо собрал да это сам то время я еще не продавал косточки вам вот и саженцы вам не продавал и сейчас саженцы не продаю и сергей не продает но это уже другой разговор кто-то когда-то на почему вы не продаете вишню а почему не продаете привитую на вишню черешню почему только себе почему только одна девочка это все есть так вот я вам скажу так а также случилось чудо после первых легких бороться когда я пришелся я казалось что небольшой снег этот расставил я увидел что все это вишня лежит ковром несъеденные птицами я это подогнулся попробовал я встал на колени и течение часа бро полчаса но полчаса это 30 минут на 60 1800 секунд я не ел эту вишню я жрал и жрал и жрал не мог остановиться вот я просто не мог остановиться потом когда я доелся так я взял ведерко каста все что оставалось вот тут еще ну сколько сил хватило дед еще пол ведерка я собрал и борозил к и уже доедал зимой вот вот это и есть то самое вишня вы представляете тогда получилось так только благодаря тому что сильно много птицы видимо и смогли все сожрать вот такая история я так покажу фотографию я знаете как вы что интересно где они люди пишут вы про каждый сорт про каждый сорт образец про каждую клон вы рассказываете подробно от от истории появление вашем саду хотите пожалуйста вы видите передами это вот я сейчас доброе слово скажу в адрес науки да вот это я буду я жигулевская и безвая королева сада 2007 год несколько деревьев 10-15 оставалось которые уцелели от пожара как-то этот пожар допустил полторы тысячи плодосящих ямы то очень просто я селекционер я сдал в аренду вот двум семьям это они проспали вот кому помешать зачем приехали эти самым мотоциклисты от кого не кому пстили где или тем двоим этим всеми которые взяли в аренду не знаю то факт есть факт оставалось 10-15 я бы я уже они уже тут же просили все создают возрождать его силу деда и желание деда и у них опыта выводят а я туда приеду туда слезу смахну невольную вот и у меня девятка была задние сиденья снял и добивал полную машину и так хотя бы вот хотя бы и когда все продавали тогда 7 год 8 год 9 когда все продавали по 50 рублей ведро а у меня же много было этих покупателей тоже вырастили и у моих соседей было по 100 по 200 ведер вот таких же или хуже а нет хуже почему потому что у них шла по 50 рублей оба и вот эти жигулевские шли по 80 рублей а жигулевские я поздновато достал я познакомился с это сорт я вырастил на острове но это был для меня молодой сорт потому что я достал его пайкова галина николаевна директора с гсу субботинская в скобках шушенская гсу то есть настоящий ученый если подружился вот вот это от нее этот сорт когда бегают косились у тебя все от науки сам-то ничего кайс веско сортов я доставал и прямо у науки и прямо а знаете как вот помогая науки когда я приехал и закладывал сад я говорю где полсоти черенков таких полсоти таких полсоти таких полсоти таких вот я закладывал еще раз говорю сад на острове это было 2000 тысячи девятьсот 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 четвертый год меня специально спросили же вы историю вот такая история я приезжаю это марте в апреле вот муж ее александр сашеву небесного влезет погреб достает вот такой веник показывает и говорит это жигулевская вода вырубил там или вам потекало или чем заберзала промерзал погреб и вот прямо во льду были но я почему-то верю что они не замерзли эти щенки и когда я весло их привил у меня было пятьсот деревьев только жигулевского я с тебе посоветовался а потом прошли годы я сказал себе да галина николаевна огромного спасибо а это сон джигулевская это король сада король сада король вот ну сейчас церкви не спрашивайте было после пожара на острове дальше сейчас был захвачен уже до этого я с одной ногой на острове а вторым деревне вот она это деревенский дачный участок ты едут где что достану привью и восстанавливать полностью весь это на острове сгорело 40 сортов груш сколько я восстановил ну два-три сорта вы понимаете какой катастрофа я оправдываю все вот теперь скажите а мне черенок регулевского вот а до 30 метров давали молодые деревья нету вот идем дальше вот это вот фотография очень примечательная я использовал самый разгар печатали двух сибирских газетах это еженедельно течение многих лет это сады сибири и фазерна это красная газета и помаленьку меня печатали уже газеты региональные европе на дальнем востоке хабаровске там и центральная со скрипом печатали а это одна фотография которая назвала учебная потому что я говорю как поверьте мне что от посадки семечки до плодоношения всего два-три года не верите вот смотрите на эту фотографию теперь и вы друзья смотрите и что вы видите это посадка семечек косточек спросите что до давали груши или абрикосы допустим абрикосы а вот так вот тот сад который рядом он сегодня по это полтора месяца старше на полтора года то есть смотрите вот этот участок он приготовлен посадки а судя по тече гадают у меня все есть рука а сетям 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 это время уже посадки то есть в сентябре месяца а я потом отдельного получит садить прививаться если вы будете лайк ставите чтобы хоть как это было влияет популярность а там позорище какое-то 200 300 а что 500 просмотров так вот еще раз осенью то садится косточки так защищаются большей чтобы здесь ели и проходит еще год по двое готовы и проходит еще полгода и перед вами готовый сад а на продажу и вот смотрите выбрасывает вот такая здоровья дубина вот такая вот а у меня вырастали больше вот и получается от нуля то есть весной всходят так еще весна и еще несколько месяцев то есть фактически за полтора года посадить то можно и обязательно осенью то и весной так через полтора года сотни цветочек почек вот на этом абрикосе который повыше а которая поддержит цветочек яблони абрикосовую перемешку это мой принцип лучшие звучи остаются навсегда вот там справа дальше видите это уже двухлетка то есть два с половиной года и полтора два с половиной а это уже осталось навсегда вот а вот эти вот что поменьше на продажу они полноценны проверьте вот просто здесь перемешку яблони абрикосы вот она яблони где-то до метра до полутора абрикосы до двух метров объекта и до трех и так это очень быстрый способ который намного быстрее чем допустим выращивать чисто из себя для того чтобы получить урожай абрикосы недодолго год-20 подождать сливы год-20 всего лишь допустим до 5-6 это нормально вот хитростями до четвертый год получит урожай с косточки ну что выкачивать будем до этого или еще пару а значит и так вот здесь вот еще раз почему я вернулся видите там перестала это все паха то есть там уже никто годом раньше пока были по двое пока россии только из косточек и семечек вот эти вот года врач здесь все протяпывалось вот как-то передний плане а второй год судьба питомника была решена то есть тяпание прекратилось дальше это я называю кочущий питомник я уже договорю вот справа талии двух лет к полу два с половиной это полтора года вот это нас привел допустим в апреле мая июль июль август сетябрь я же показал дату песен через полтора года готовый баточный сад поняли справа вот он старше этот уже с цветочными почками белочь продается баточный сад готов теперь вот пример одного из этих оставшихся навсегда если вы посмотрите там на данном плане видите вот эти вот колышки это там еще еще а вот если виду бою стрелочку право справа просил самого этого края вы видите все еще остатки питомника еще не продано а вот это уже все это реклама сила вот но в то время я знаю что это яблоко останется навсегда кстати штаб переделал так сложилось вот бывает и петровый а бывает правой земли лезут боковой ветки чуть ли не земли но это уже другая агротехника а здесь вы видите ему три года и он плодоносит скорее всего на третий год скорее всего вот сейчас трудно сосчитать но и четвертый ну скорее всего на треть вот и вот такой результат плюс еще убирают собирают яблоки прямо с дерева отрывают их часто калеча плодушки вот дело в том что плодоноска да это такая вещь она имеет начало и конец а если ты это потом подробнее будут фотографии специально если ты оторвал яблоко и видишь рваную рану прямо тут а плодоноска осталось осталось на дереве это дерево хорошо а яблоко долго не просуществует и наоборот оторвешь яблоко с плодоноской яблоко будет дольше лежать на месяц на два кстати это есть жигулевская а дерево плохо плодовое образование у которого ранка получит появилась прямо до плодушки плодушка это тот который дает несколько лет подряд урожай год 1 2 2 2 вот видите 2 3 вот это да потом опять может 2 и так несколько лет и тогда получается или дерево плохо или плоду плохо вот а еще их собирает бывает раньше времени ясно для деда охранения раз а еще собирать говорят упадет грязь испортится ну-ка где моя грязь а это есть та самая трава по лесу побега достая она очень глубокая сплошные ковер и получаются защита от пороза великолепная как я тебя как я потерял ее вот это было прекрасно это было чудо люди ходили по высаду как по сказочному люди просили у меня кулачок этой травы раздражается она как тараканом расползается вот захватывая все новое место и подавляют другие хоть и но однажды до нового года бороза дед потом то есть и так слегка дед бороз есть и ада проберзла так что за следующий год в этот бой красивейший ковер был уже клочками и у меня не было сил сейчас я покажу его то чаще раз показать вот этот ковер вот которые являются частью гладшафта сожалению он был до 90 до 8 процентов и что же а восстанавливать и у меня уже не было сил и тогда начал просто косить деревья ну что друзья продвинулись немножко все эти чудеса мы будем продолжать 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 и продолжать все я отключаюсь значит это четвертая серия тут сказать что да у меня нет черенков жигулевского но если взять мой каталог половину сортов еще есть яблок где-то половина еще есть практически все черенки всех сортов роскошных груз самых сладких стране и бери подчеркиваю так скромно сибирь а чё зато идем все лучше абрикосах уже речи нет все есть любой черенок першики еще есть двух сортов вот обратите внимание выше крыша значит вранье что железо укрывает по снег и так далее и слева еще и черенки и першики и вишни правда кончаются жуковские думаю если вы хотите вот такие вишни как вот это вот как вот это вот девочка есть как у меня есть лучше все после этого реклама ставьте лайки обидно страшно до свидания друзья хотя бы пересылайте эти самые ссылки друг другу вот они пригодятся потому что на всю страну те кто не только выращивать но и рассылает таких всего несколько питомников сотни питомников украли лучшие фотографии с интернета том числе и бои но это уже будет другая тема